Глинистые минералы Глинистые, называемый коалин То есть белого или серого Серо-бежевого цвета Значит, коалиновые глины Также точно проходят Стадии обработки и оптимизации Перед тем, как их превратить В базу Для приготовления растворов Значит, их в обязательном порядке Сушат и промалывают До фракции 0,005 мм Как цемент Значит, коалиновый порошок спекается В шарики И додрабливается до фракции 1,6 мм Значит, смесь коалиновых шариков И коалинового песка И коалиновой глины сырца Это называется такая смесь Мертель Значит, для кладки шамотного кирпича Замешивается он точно так же Еще проще даже Просто надо его замочить И чтобы он был раствор уже готовый Получается смесь Шамотно-коалиновая Значит, мы ее замачиваем Так же, как вот глиняное молоко И он у нас находится В замоченном состоянии Значит, добавлять в него песка Ну, можно добавлять Если песок мелкий Но лучше этого не делать Просто сразу раствор Приготовить вот В такой консистенции То есть, сразу приготовить И чтобы он у нас был Приготовлен на всю шамотную кладку То есть, 100 литров 100 литров 150-150 В зависимости от потребности И от объема кладки То есть, мертель Мертель Это как раз шамотно-шамотная смесь На шамотной глине Сделанная, значит Она предназначена для кладки Шамотного кирпича Который является огнеупором И все внутренние части печи Мы кладем на шамотные смеси То есть, это мертель Или другие огнеупорные шамотные смеси С добавлением огнестойкого Жаростойкого цемента Рассмотренный сейчас с нами Способ приготовления раствора Гарантирует получение Более или менее стабильного качества Растворов в любом районе Скажем, города, села, деревни То есть, куда бы мы ни приехали Если мы раствор приготовляем По этой схеме Мы получаем примерно одинаковый По составу раствор Потому что глиняные частички У нас дифференцируются в воде По удельному весу И по размеру Мы берем верхнюю треть Раствора глиняного молока Где аккумулируются Самые мелкие частички То есть, которые Обладают наибольшими Адгезионными свойствами Наибольшей эластичностью И пластичностью Значит, чтобы Не путаться Со всякими там Пропорциями Один к пяти Один к трём Один к четырём И получать всегда стабильное Качество раствора Компания Печной Мир Разработала схему Значит, получения смеси Огнеупорной Для кладки красного кирпича В основе этой смеси Используется Оптимизированная Коалин Монтмариланитовая глина Михайловского месторождения Подобрала состав Глинопечаной смеси Для кладки печей Раствор проверялся Тестировался Неоднократно На протяжении Примерно одного года То есть Теперь этот раствор Упаковывается Вот в такие мешки Значит Печной Мир Всё для кладки печей Камина в барбекю Смесь для кладки печей Жаростойкая Значит Жаростойкость печи Жаростойкость раствора Примерно 1100-1200 градусов Значит Если даже мы на неё Положим шамотный кирпич Беды от этого Никакой не случится Приготовление раствора С этой смеси Облегчает задачу печникам Ну и всем Кто хочет самостоятельно Себе сложить печку Потому что думать О пропорциях Совершенно не надо Как говорится Добавь только воды Значит Что мы сейчас И сделаем Значит Наливаем Процесс приготовления раствора Всегда начинается Сначала С наливания воды Значит Открываем мешок То есть Вытаскиваем Трубку Трубку У нас получилась Вот такая Вытащили трубку Из мешка То есть Стандартная Как у цемента Значит Получилась горловина Берём мешок И видим Что Порошок серого цвета Это смесь песка Вот С которого мы Только что Месили раствор И вот Этой самой Глины Серенькой Прокаленной И просушенной Насыпаем Воду Чтобы оставалась Горочка И примерно Треть Примерно Треть Колечка воды По кругу Значит Пока осыпали Эта горочка Утрамбовывалась Сейчас она уже Не проседает Да То есть Ну должно получиться Уже нормально То есть Теперь мы Размешиваем Прогнал Продолжение следует... Раствор практически готов к применению, если бы не одно «но». Маленькая ремарка – глина сухая и просушенная нуждается в обязательном замачивании. Поэтому, когда мы приготовляем раствор из сухих смесей, подобную этой или именно этой, раствор необходимо готовить за сутки, за двое до начала кладки, чтобы глина разбухла. Я это делаю как? Сразу несколько мешков, 4-5, приготовляю раствор рабочий в бочке, разрезанной пополам. То есть, примерно 80-90-100 литров раствора. Сразу, значит, добавляю воды, размешиваю. Через час-два раствор становится гуще. Почему? Потому что глина была сухая изначально, прожженная, песок тоже был сухой, просушенный в печке, прокаленный и просеянный. Значит, они набухают, они вбирают в себя воду. То есть, то, что первоначально было жиденько, через час-полтора уже становится вот таким вот густым и тяжелым к употреблению. Поэтому раствор сразу от начала развожу немножко пожиже, пожиже с вечера. И он стоит хотя бы ночь, до начала кладки. Обычно по приезду на объект замешиваем раствор. По приезду на объект раскладываем кирпичи, организуем рабочее место и замешиваем раствор. В количестве 80-100-120 литров в полубочке. И он у нас ночь стоит. На завтра мы только чуть-чуть водичкой его разбавляем, водичкой чуть-чуть, чтобы получить нужной эластичности и нужной консистенции раствор. Значит, ну вот видите, эффект тот же самый. Смотрите, я переворачиваю мастерок. То есть, получилось практически по жирности, по жирности, получилось практически то же самое, что мы готовили из глины, которая взята с берега, скажем так, с карьера. Но этот раствор чуть-чуть пожирнее. Смотрите, вот он не падает, и при встряхивании слетает, на мастерке остается примерно 3 четверти прилипшей глины. О чем это говорит? Это говорит, что адгезионные свойства, то есть липкостные свойства этого раствора, выше, чем тот раствор, который мы готовили в начале нашего урока или занятия, или обзора. То есть, адгезия этого раствора, видите, выше. То есть, вот, смотрите, какой слой, какой слой большой, да, держится на вертикальной отрицательной плоскости и не падает. Но при встряхивании он также слетает легко. То есть, для укладки кирпича, для укладки кирпича, значит, раствор очень удобен тем, что он хранится вечно, в полусыром состоянии, добавил только воды, получил необходимой консистенции массу. То есть, если мы хотим положить в тонкий шов, значит, мы делаем его чуть-чуть пожиже. Если мы хотим его положить в более толстый шов, как, допустим, облицовочный кирпич, значит, мы его делаем просто чуть-чуть погуще. Также мы намазываем те же самые 5 миллиметров, те же самые 5 миллиметров, то есть, да, и кладем кирпич, и кладем кирпич. И шов получился 5 миллиметров, потому что мы уже видели, сколько мы положили раствора. Значит, качество адгезионных свойств я вам продемонстрирую сейчас таким образом. То есть, это липкостные свойства раствора. Называется сопротивление на отлип. Значит, берем раствор, намазываем на кирпич. Намазали. Берем другой кирпич и слепляем. Значит, слепили. Значит, чтобы правильно положить кирпич, всегда пользуемся кияночкой, да, то есть, как бы, чтобы получить метод укладки вибропрессованием. При виброударе, при виброударе, когда мы стучим по нему киянты, происходит расслоение воды, и глиняное молочко, имеющееся в растворе, то есть, физколоидный раствор глины, глубже гораздо проникает в поры кирпича, что увеличивает сцепление с поверхностью. А теперь смотрите внимательно. Видите, кирпич не отрывается, он висит, держится. Мы только что его намазали, только что намазали, кирпич висит. Значит, теперь делаем так. Намазываем следующий кирпич. Шов 4-5 миллиметров. Кладем. Прикладываем его, утрамбовываем. Делаем небольшой виброудар. Считаем до 10. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Берем кирпич и поднимаем все два. Теперь делаем следующую операцию. Берем третий кирпич. Намазываем его раствором. Прикладываем. Утрамбовываем. Также точно пристукиваем киянкой. И опять считаем до 10. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Берем за кирпич и поднимаем все четыре. Вот видите, если бы я еще, качество намазывания, липкость вот такая. Раствор находится и на этом, и на этом кирпиче. Но если бы мы досчитали до 20, до 20, то тогда этот кирпич бы не упал. Самое большее, я подвешивал 13 кирпичей на верхний кирпич, 13 кирпичей. Но нужна выдержка, чтобы он хоть маленько прихватился в течение 20, 10, ну или 15 хотя бы минут. То есть после укладки 13 кирпича нужно подождать всего 15 минут, чтобы за верхний кирпич поднять всю стопу. То есть, сегодня мы с вами рассмотрели способы приготовления растворов для кладки печей и каминов. И, как показала практика, удобнее в использовании применять готовые смеси. Качество адгезионных свойств, которых я вам сейчас продемонстрировал. То есть, как бы, это смесь «Печной мир» для кладки печей и каминов огнеупорная. То есть, смесь прошла испытания и себя хорошо зарекомендовала. Компания «Печной мир» сработает исключительно на вот этой смеси. Кроме отдельных видов кладки, это шамотные огнеупорные кладки выполняются на других смесях. Красный кирпич мы ложим весь на этой смеси. Значит, если у вас какие-то остались недоразумения или вопросы неразрешенные, или есть какие-то вопросы, связанные с приготовлением растворов, оставшихся других растворов, ну, пишите в комментариях. То есть, постараемся ответить на все ваши вопросы. С вами был Александр Кутузов. С вами был Александр Кутузов.